Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракятух. Продолжаем проходить тему поста. Давайте сегодня посмотрим обстоятельства, являющиеся макрух для поста. Макрух – это нежелательное действие, которое уменьшает вознаграждение, которое делать нежелательно. Первое – это пробовать что-либо на вкус без необходимости. Просто на язык попробовал сладкий-несладкий, соленый-несоленый и выплюнул дальше. Не проглатывать. Без необходимости. Ты не готовишь ифтар. Ты просто вот так, это получается, макрух делать. Савап уменьшается, нежелательно делать, но пост не нарушается. Второе – жевать что-либо без необходимости. Просто жевко. Без необходимости является макрух. Третье – жевать смолу или жевательную резинку, употребленную ранее и потерявшую вкус. От нее вкус не исходит, ты просто жуешь. Так тоже считается макрухом. Четвертое – целоваться, является макрух нежелательным. Пятое – ласкаться с женой или жене с мужем. Понятно? Потому что, почему все это является нежелательным макрухом? Потому что это может привести к половой близости, что нарушит твой пост. Понятно? И целоваться тоже поэтому нежелательно. Шестое – проглатывать слюну, преднамеренно накопленную во рту в большом количестве. Когда ты просто проглатываешь слюну, выделилась немножко – проглотил, выделилась – проглотил. Ничего в этом страшного и ничего нету. А макрухом будет, когда ты специально берешь и копишь слюну во рту, а потом ее проглатываешь, как будто ляя жажду. Это считается… Это не нарушает пост, но это считается макрухом нежелательным действием. Седьмое – сдавать кровь и является макрухом. Вот такие вот обстоятельства, которые нежелательно делать во время поста. Ставим лайк, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Ассаляму аликум. Субтитры сделал DimaTorzok